Добрый день еще раз. Как уже многие слышали, мы стараемся выращивать наши бахчевые культуры на естественном фоне. Для чего мы это делаем? У нас помимо того, что есть на поле присутствуют селекционные образцы, коллекционные образцы также присутствуют. И для коллекции наша задача изучить коллекционные образцы именно на естественном фоне. То есть понять, как они растут в обычных условиях, без удобрений. Именно на наших черноземах тяжелых, которые изначально не очень хорошо подходят для бахчевых культур, но на которых мы успешно выращиваем те же самые арбузы, дыни, тыквы. Что применялось? То есть под пахоту не вносилось никаких удобрений. При культивации ранней весенней тоже никаких удобрений не вносилось. Единственное, что было сделано, это посев был, как уже мы говорили, 14-15 мая. В первой декаде июня мы один раз отработали препаратом буксал овощной. То есть это набор микроэлементов. Расход, норма расхода 2 литра на гектар. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы дать старт бахчевым культурам. Самое главное, чтобы они стартанули. Чтобы пошло развитие, развитие корневой системы. Если корневая система развилась хорошо, дальше уже эта жара, засуха не страшна. Потому что бахчевые культуры, они изначально создавались для теплых регионов. То есть и происхождением они из засушливых районов. Не надо здесь усердствовать с внесением удобрений. Потому что все, что вы вносите, все это потом попадает в плоды. Чем больше вносят в погоде за урожаем, тем больше потом остаточное содержание нитратов. Это все, я думаю, прекрасно знают и понимают. Я считаю, мы должны давать людям продукцию экологически чистую. А не так, что там вся таблица Менделеева, вот, чтобы была. Вот. Значит, осадки в этом году, скажем так, благоприятствовали нам на ранних стадиях развития бахчевых культур. И плюс, как я уже сказал, вот эта подкормка листовая. То есть мы запустили процессы и пошло развитие. То, что вы смотрели сегодня демонстрационный участок, это он высевался на 5-6 дней позже основного участка. Потому что в прошлом году у нас по срокам мы немножко тоже не успели. Тут сложно регулировать. Проводили тоже в эти же сроки, примерно начало августа. Но у нас было только начальное созревание. В данный момент у нас уже вот арбуз сюрприз, который желтый вы пробовали, желтой мякотью, он уже перезрел. Выбрали там единичные экземпляры, там вторые и третьи завязи, которые еще, скажем так, более-менее приличные. А так он уже перезрел. Вот. Остальные зато на, скажем так, на пике. Вот тот же арбуз Адам, он сейчас находится на пике своей спелости. Поэтому многим он понравился, вкусный, действительно хороший сорт, новый сорт. Внесен в этом году в реестр. Вот. Что касается защиты от вредителей. Многие фермеры делают одну большую ошибку. Увидя, что на растениях появилась тля, даже, скажем так, первичные, скажем так, признаки появления тли, и сразу бегут в магазины, сразу покупают средства защиты, обрабатывают, но не понимают одно, что если начались обработки химии, то Божья коровка уже туда не прилетит. То есть, естественных врагов тли уже не будет. Мы, скажем так, переживаем этот момент, смотрим, что, да, некоторые растения гибнут, но дело в том, что мы химию не применяем, в итоге кратно увеличивается численность Божьей коровки, она отрабатывает, она вычищает от тли полностью. Не надо применять никакую химию, это не обязательно. Вот, и мы это наблюдаем уже многие десятилетия. Вот. Что касается болезней. Да, по болезням можно работать, потому что у нас, скажем так, климат неустойчивый. Вот эти вот провалы по температуре, первая, вторая декада мая, приводят к тому, что растения тормозятся, растения перебаливают, в этот момент они подвержены, конечно, болезни. Ну и плюс, когда та же самая тля появляется, она тоже переносчик вирусов. Вот. Ну, скажем так, как-то мы все равно от этого уходим и стараемся не применять, как я уже сказал, ни химию, ни минеральное удобрение, выращивать на естественном фоне. Еще нам это нужно для того, что, ну, прекрасно мы понимаем, что если наши сорта прекрасно растут в таких условиях на естественном агрофоне, то когда мы берем наш сорт, размещаем где-то и даем им высокую агротехнологию, там, естественно, будет урожай, будет все. Вот. Ну, надо все это дело контролировать. Второй момент. Это, вот, мне тоже задавали вопросы, это староместные, стародавные сорта, почему их сейчас нету, почему их не найти. Ну, время идет, селекция движется вперед. Все, наверное, знают сорт «Оконек». Был хороший сорт, прекрасный сорт, равнеспелый, сладкий, но один минус у него, он очень быстро перезревает. То есть, сначала смотришь, вроде еще не созрел, через несколько дней приходишь, он уже перезрел. Поэтому отошли от этих сортов, мы его используем в качестве стандарта для равнеспелой группы арбузов. Вот. Так он в производстве у нас уже, по-моему, где не встречается. То же самое арбуз «Астраханский», который уже, по сути дела, тот «Астраханский», который был, он утерян. Вот. Имеет ли смысл его возобновлять, восстанавливать? Тоже ходят споры. Ну, я думаю, что надо все-таки же двигаться дальше вперед. Есть сейчас многие сорта, которые уже превосходят «Астраханский». Но все это, и тот же «Оконек», и тот же «Астраханский», все это есть в коллекции «Вер». Хотя уже у самих авторов этого «Астраханского» нет этих семян. И когда спрашивали, они говорят, что нету семян, там «Астраханского», который был. Но он есть в коллекции «Вер». Надо просто посмотреть, в каком году заложен. Я думаю, это где-то 70-80-е годы. Он, по-моему, в 80-м появился. Значит, не 70-е. В 80-е. То есть, ну, видимо, вот он тогда и был заложен. То есть, это тот «Астраханский», который был изначально. Вот. Но воспроизводить, вести его семеноводство, я думаю, уже особого смысла нет. А так, есть, конечно, запрос на эти староместные сорта, стародавние сорта. Но, скажем так, ну, они уже устарели немножко. Надо обращаться к новым сортам. Вот, кто спрашивает, вот, старые сорта были вкусные, сладкие. Да наши новые сорта отечественной селекции, они ничем не хуже. Мы сегодня пробовали. Вот, арбуз «Атам» – это новый сорт, и он и сладкий, и вкусный, и урожайный, и выглядит красиво. Вот. Это вот что о старых этих сортах. Еще один момент, на который я хотел обратить внимание. Многие фермеры выращивают и продают продукцию с поля. И зачастую бывает так, что пик плавоношения тех же арбузов приходится на тот момент, когда уже идет массовый ванк. Когда уже подключается и Волгоград, и Астрахань, и они сбивают цену. Вот. Тут, как с этим бороться? Ну, первое – это использовать ранеспелые сорта. Второе, я считаю, это использовать эксклюзивные сорта, вот как мы видели сегодня, для того, чтобы кормить отдыхающих на море. Потому что это такая ниша, которую может держать наш Краснодарский край. Вот. Здесь ни Астрахань, ни Волгоград нам не смогут пока создать конкуренция. И еще один момент. Это… Ну, я не говорю переработка, потому что переработка – это дело запратное, но хотя бы хранение. То есть реализация продукции, я имею в виду, это не арбузы, а тыквы. Тыквы – реализация продукции не в пиковые сезоны, а немножко похоронить, ну, как немножко. Самое оптимальное – это сохранить ее до апреля месяца. Когда в России начинается пост, пасхальный пост, который длится около 40 дней, 40 дней. Вот. И это самое пиковое потребление тыквы. Многие постятся и не едят мяса. И в этот момент, вот я вам скажу, если в осенью тыква стоит 5-7 рублей с поля, то в момент поста тыква стоит в магазинах от 100 до 120 рублей за килограмм. И у кого есть возможность сохранить, а сохранить ее проблем нет. Вот наш сорт зимний сладкий, который вы видели, он прекрасно лежит там, не надо холодильников. Там единственное, чтобы помещение было с влажностью, там где-то в районе 50%, не было сильно влажно, чтобы плесень не развивалась. И второе, чтобы температура была где-то до 15 градусов. То есть, сильно, скажем так, хранить как фрукты при низких плюсовых температурах – это не надо. Но зато очень высокая добавочная стоимость потом получается. И то же самое по мускатным тыквам. Мускатные тыквы – единственная там проблема, то что они очень плохи все в хранении. Ну, до, скажем так, января-февралья месяца вполне можно их сохранить. Также, вот мы сейчас, ту дыню, которую мы сегодня пробовали на поле, это ЖЛ-579. Она, если вы заметили, немножко грубоватая мякоть и такая суховатая слегка, но сладкая. Эта дыня прекрасно для сушки подходит. Сейчас сушеные шкафы продаются разнообразные, и можно устроить переработку дыни. И если, допустим, дыня сейчас стоит порядка 50-60 рублей на рынке, там, ну, с поля, наверное, в районе 40 рублей, то в зимний период сушеная дыня доходит до 1000 рублей за килограмм. Я думаю, в магазинах видели, знаете, понимаете. Поэтому, вот, обращайте внимание, и, как вот, скажем так, для развития на будущее, то есть не просто выращивать, а еще стараться что-то сделать дальше с этой продукцией, либо сохранить и позже продать, либо высушить, либо еще, ну, тут у кого какая фантазия. Но это, кстати, очень высокая добавочная стоимость получается. И это очень выгодно. Мы, скажем так, у нас такой производственной переработки нету, нам это не надо, у нас немножко другая задача стоит. Но, вот, скажем, в этих направлениях мы работаем. У нас, вот, как я уже сказал, то, что тыква зимняя сладкая, она прекрасно хранится, мы делали опыты в комнатных условиях, плод у нас пролежал два года. Естественно, что через два года, ну что, он усок, потерял гладку, сахара перешли в как мало, там она невкусная, но сам факт, то есть какой потенциал, то есть она спокойно лежит, спокойно лежит до следующего урожая, когда самая высокая цена. Единственное, только надо аккуратно, не травмируя, убрать с поля. Вот и все. У нас были фермеры, которые к нам приезжали, брали наши мускатные тыквы, то есть доходило до того, они говорят, мы пилой по металлу отпиливали плодоножку, потому что, чтобы не отламывать, вот, чтобы не было потом процесса гниения, и чтобы она не повреждала соседние плоды. И, говорит, вот так убирая, да, это немножко, скажем так, говорит, заморочество, но, во всяком случае, до февраля месяца, говорит, прекрасно хранится, прекрасно продается, и северные регионы съедают там большое количество этой тыквы. Вот это вот на заметку возьмите, попробуйте. Дело очень интересное. Ну, скажем так, вкратце все. Если какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на вопросы. Вопрос к Юрию Алексеевичу есть. Юрий Алексеевич, так астраханский арбуз, вот вы сказали, что утерянный, так его, наверное, нельзя назвать утерянным, если в коллекции вера он сохранился. Конечно, он утерян у авторов. Ну, дело в том, что, к сожалению, автора уже нет у жилых, это Дютин, автор этого сорта, вот, но имеется в виду не у авторов, а в институте, который создавал этот сорт в Астрахани. То есть люди, которые просто звонили мне, искали астраханский, я им давал контакты, я говорю, звоните туда, это их сорт, потом они перезвонили, говорили, что у них нету семян. Вот, в коллекции, да, в коллекции много чего хранится, вот, не зря это коллекция вировская, это, она идет для будущих поколений. Вот, и всегда можно оттуда извлечь образцы, размножить, но, как я уже сказал, есть ли в этом необходимость возобновлять эти старые сорта? Ну, если возникнет такая необходимость, почему бы и нет? Все равно мы обращаемся к коллекционным образцам, когда ведем селекционную работу, потому что мы ведем традиционную селекцию, и для того, чтобы вести селекцию, надо брать, должна быть признаковая коллекция, откуда брать определенные признаки, да, вот, что нам надо улучшить, улучшить, сахаристость, транспортабельность, там, устойчивость к болезням. Все это берется из мировой коллекции вверх, все это там есть. И путем скрещивания, отбора, все это уже создается новый соотношение с нужными нам признаками. Вот для меня сегодня на поле было откровением, открытием даже, наверное, то, что по органик технологии, то есть на естественном фоне, можно получать такой же урожай, как и на интенсивном поле. Вы подтверждаете это? Ну, не совсем такой же, конечно, при интенсивной технологии те же наши сорта будут давать больше урожай. Это да. Но тут, видите, сейчас органическое земледелие развивается, и я думаю, когда в России будет отработан четкий механизм, что такое органическая продукция, что такое, ну, экологически чистые продукты, когда будет эта сертификация, я думаю, многие этим заинтересуются. То есть, скажем так, ну, грубо говоря, если при нашей технологии можно получать стабильно, там, 30 тонн с гектара, то при интенсивной, там, 50-60, но стоимость конечной продукции, вот что будет влиять. И, может быть, даже органическая продукция более выигрышная окажется. Ну да, у меня вот такие примеры уже есть. Вопросы к Юрию Алексеевичу не появились? Какие культуры лучше? То есть, какие культуры все есть? Предшественники? А, предшественники, но мы используем всегда после зерновых. У нас селооборот идет, поле каждый раз размещается на другом месте, и всегда идем по зерновых, по зимой пшеницы предшественникам. Да, Анна Генриховна сказала, что лучшие предшественники для арбузов дынь – это зимая пшеница. Ну и опять же, вот у кого фермеры, я считаю, надо обязательно соблюдать селооборот. Потому что есть некоторые фермеры, которые 2-3 года на одном месте выращивают бухчевые культуры, и, я не знаю, замечали вы или нет, уже на второй год, если на одном и том же месте, а на третий, тем более, будет снижение выражаемости. Идет накопление болезней, вот, и даже можно получить при тех вспышках, которые сейчас происходят, нужно вообще без уважения остаться. Поэтому надо обязательно соблюдать селооборот. И также вот в последнее время тоже периодически происходят вспышки, это дынная муха, которая уничтожает дыню, то есть плод лежит, зреет, зреет, потом он начал желтеть и просто сгнивает. То есть это дынная муха, от нее мы тоже уходим путем смены полей, путем селооборотов. Правильно я понял, Анна Генриховна, Вы еще говорили, что предшественником азимой пшеницы должна быть бобовая культура. А, это тоже будет на русском хорошо... Да, ну, это желательно, но не всегда же такое бывает. Ну, в идеале, да, скажем так. Ясно. Есть еще вопросы, друзья? Не для всех подходит, это просто. Часть сферы, наверное, не есть возможности. Ну, что такое 2 гектара пшеницы? 2-3 гектара пшеницы. Ну, да. Ну, да, я же об этом и говорю, что не везде это получается, но надо стремиться к этому. Стараться, даже если есть 3 гектара, ну, значит, разбивать эти 3 гектара по гектару и соблюдать на этих 3 гектарах селооборотов. Ну, опять же, от болезни можно уйти, а от дынной мухи мы тогда не уйдем, потому что это в пределах одного участка. То есть, если она начинает пить дыню, на следующий год ее еще больше будет там. Это однозначно. Юрий Алексеевич, по нынешнему сезону были какие-то особенности, которые на ваших плантациях вас вслегожили, и как вы преодолевали эти проблемы? Ну, тревожные были. Это, как я уже сказал, май месяц, ночные температуры опускались до 14 градусов, и как раз в это время у нас и появлялись сходы по бахчевую культуру. То есть, для бахчевых культур, для дыни, для арбуза это очень низкая температура. Ну, тут никак не преодолеешь. Вот единственное, как я уже сказал, сделав подкормку, и еще один момент я упустил, вот борьба с собьяками на бахчевых. Мы в последние годы отработали такую схему, что перед посевом мы не делаем культивацию предпосевную. Ну, ради весеннюю сделали, предпосевную мы не делаем. Пусть даже будет там уже трава прорастать, зеленка, мы делаем как? Мы засеваем поле, и на третий, на четвертый день обрабатываем грифосат. Это самая лучшая технология. Вот. Тот промежуток времени для всхода в бахчи, для развития, ну, как раз его хватает, с сорняками мы поборолись, особенно с многолетними сорняками, и нету такой проблемы. И по грифосатам мы применяем там ураган, два литра на гектар вполне достаточно, и очень высокий эффект мы получаем. То есть, получается, засеяли, через три-четыре дня обработали, на восьмой-десятый день, а то и на седьмой, ну, в зависимости от погоды, как там будет температура, как влага в почве. Вот. Когда появляются всходы, в это время уже сорняки, они постепенно улетают. И где-то через, там, две недели после обработки ровненькие строчки всходов, и поле, оно чистое стоит, черное. Ну, а потом уже дальше культивации, прополки ручные, от этого уже никуда не деться. Две-три культивации обязательно, и плюс ручные прополки. Это по всем вахчивым, да? Да, да. А по вегетирующему садику применялись? По вегетирующему мы не работаем. Тягко по вегетирующему. Как разложение урагана или фасада? У них, дело в том, что это препараты, они выжигают все зеленое, и они не накапливаются. Имеется в виду именно, вот, ураган препарат. То есть он на что попадает, он уничтожает все зеленое, это гербицид сплошного действия. А в почве он не остается. Он никак не влияет на бахчевые, то есть на всходы он тоже никак не влияет. Вот. Он свое дело сделал, он убился в нюкле, а дальше поле чистое. Да, ну, я тогда отзываю свой отзыв, вернее, о своем поводу, что органическая технология, если глифосаты, то в органике не есть. Подождите. Ну, Юрий Алексеевич, давайте не соглашусь немножко, глифосаты задерживают развитие всходов как минимум на неделю, а то и на 10 дней. Так вот, это не конкретно по бахчевым, это по любым сельскохозяйственным культурам. Я сам производственник, эти опыты я закладывал, как раз закладывал опыты по глифосатам, осенние, весенние. Все равно, любой гербицид останавливает развитие, да, вы правильно, он работает по земленому листу, убивает все зеленое, он не накапливается, как бы, в почве, но сам, самая химия, которая там находится, она все равно возьмите контроль, возьмите там, где вы обработаете глифосатами, вы посмотрите, что даже визуально на неделю отставание будет просто. Нет, дело в том, что пока, вот как я уже сказал, отсеялись, обработали, бахча всходит, там даже буквально в 10-12 дней, то есть за это время там ничего не остается вообще. Нет, глифосатам не остается, и в бахчу она не пойдет, вы правы, но само развитие растений приостанавливается на неделю, как минимум. Вообще, конечно, глифосат – это кислота, у нас почвы все щелочные, и попадает кислота на щелочную сербю, она, естественно, нейтрализуется. Мы, по крайней мере, тогда тоже так работаем в этой схеме, и визуально заметить, что... Я бы не сказал, что если у нас почва все нейтрально, у нас ПАЖ-7, везде, по району. У нас она вскипает, будет попадание кислоты, вы попробуйте аккумуляторную кислоту на нашу почву, она тоже вскипит, потому что щелочек. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok